Вот так выглядит боекомплект миномета, насколько я понимаю, 80-миллиметрового. Вот ребята вынимают мины из вот таких вот ящичков, аккуратненько протирают их тряпочкой, вот примерно так. Смотри, заряды есть там у этих патронов? Так, патроны основные где? Где основные патроны? Вот, 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 крутим, крутим, пихаем, крутим, пихаем. Скажи, пожалуйста, а зачем ты на мину наматываешь какую-то верёвочку? Что это ты делаешь? До дальности полёта. Это заряд дальнобойный, летит до 4 километров. Давай я буду держать, а ты будешь совать. Ясно. Есть и другие. На меньшую дальность. Давай. Стой. А что там застряло что-то? Да нет. Это туго йод. Это они застряли. Ну, побочи ещё раз. Раз, забиваем все эти ящики и забираем. Раз, два, три, три, пять, пять, шесть ящиков. Хватит? Давай, ну. Шесть ящиков подзади, комплектуем, забираем. Дальнобойные? У нас забойные. Сначала дальнобойные, потом остальные по три. Мина в упаковке идёт, видимо, в заводской, в консервационной смазке. Поэтому, чтобы произвести из неё выстрел, её нужно протереть тряпочкой с керосином, как я понимаю. Да. Я правильно понимаю? Да, да. Вас можно снимать? Можно. Сейчас я вас с другой стороны зайду, а тут светлый фон. Неудачно. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Михалыч. Михалыч. Да. Михалыч, а откуда вы? С Владивостока. Да, на Мачи. Владивосток. Да, на Мачи. Да. Михалыч. Вы, наверное, не ошиблись билетом, когда брали? Вы бы хотели поехать в Крым, а приехали случайно в Луганск взяли билет? Меня ошибся. Билет. Да, давай, Сак, тут на банке, блядь, ты хороший. Он бы был точно. Михалыч, а почему вы приехали на войну не отдыхать в Крым? Здесь русских обижают. Русских обижают? Да. Всё. Ставим вертикально пару минут, потом одну сторону, вторую грампу, края подрываем. Да хуй с ним не надо подохонить. Да хуй с ним. Так они-то не надо продевать. Может не пойти? Нет. Да. Оно ж по трубе будет идти, я думаю, что застрянет. Так, чисто надо, нет? Что там вход? Готов в ящик. Готов. А, нет. А, нет. А, нет. Так, понял. Да он не будет, смотри, сильно не это, потому что порвёт нам. Может, за тревогом выкинули один. А это без заряда он должен закрыться. А это без заряда он должен закрыться. А это без заряда он должен закрыться. Значит, аккуратно положим тогда и всё. Аккуратно вынуть. Сразу за дверь брать. Так. Так, основные есть. Вот здесь основного нет. А основной что такое основной? Вот. Вот основной заряд. В том, что мина вылетает из ствола. Вот благодаря такой маленькой штучке мины летят аж на 4 километра? Да. Вот благодаря этой. А благодаря маленькой она летит на 4 километра. Ага. При возгорании его выкидывают просто. Ага. Дальше, дальше, дальше. Ясно. Так, это уже заряжено, да? Вот. Нет, нет. Открываем. Всё? Нет. А что значит, что мина полетит на 4 километра? Это значит, что она на 4 километра 100 метров уже самоликвидатор сработает? Нет. Она упадёт взрывёт. При ударе срабатывает взрыватель, она взрывается. Ага. А, я понял. Это надо, если далеко мину закинуть, то вы кидаете вот такую штуку. То есть вы заряжаете миномет на предельную дальность? Да. А есть кружочки другие. Понятно. На другой. Как тебе зовут? Это страна. Командир миномётного расчёта Петренко Виктор Александрович. Откуда ты, Петренко Виктор Александрович? В Луганской области. В Луганской области? В области. А что ты не поехал в Крым отдыхать? Июль, жара, а ты вот одеть не по летнему совершенно. Не до отдыха. Война идёт. Смотри, нормально? Нормально. В сторону. Это у нас летняя, считается, форма. У нас погибают жёны, дети наши. Поэтому мы здесь. Время не для отдыха. Ты вывез свою семью? Нет, моя семья здесь. А что не вывез? Некуда. Ну как это некуда? Там же принимают беженцев в России. Не хотят. Они не хотят. Почему мы должны свои дома покидать, вы мне скажите? Наша земля, наши дома, наши родственники. Хотят с нами оставаться, с нами до конца. Я бы очень боялся за них на своём месте. Мы боимся. Поэтому нам отступать некуда. Ну как говорится, насильно мил не будешь. Силой не погонит никого. Я хочу сказать бандерлогам, не ходите на Донбасс. Здесь живёт ваша смерть. И здесь вы умрёте. Держи. Никто никогда Донбасс не завоюет. А этот заряд можно сделать? Нет. Нет. Это продумано. Сверхуными людьми. А если цели кажется ближе, чем 4 километра? Метров 30 уже не будет. Работа миномётчика заключается в дальности расстояния противника. Мы получаем координаты. Соответственно этим координатам ведём прицел, поражение, уничтожение врага. Виктор Александрович, а ты профессиональный военный, ты всю жизнь миномётом занимался? Нет. Приобрёл эту специальность недавно. А кто ты вообще по профессии? По профессии шахтёр. Шахтёр? Шахтёр. И я шахтёр тоже. Ты шахтёр? Да, и я шахтёр. Я на молотке, на отбойном работал. Но там без этого. Я что-то думал, что шахтёры в основном как-то там себе в шахте работают? Не, ну, многие работают, а мало кто уходит. Скажи, пожалуйста, какой средний заработок шахтёра сейчас? Вот те люди, которые сейчас в шахтах, сколько они сейчас зарабатывают так примерно? Неизвестно. Тысяч пять, пять с половиной. Гривень? Ну, гривень. Конечно, не доллар. Пять тысяч гривень это, для сведения слушателей, это примерно, господи, что, пятьсот долларов? Да, четыреста долларов. Четыреста, пятьсот долларов. Четыреста, пятьсот долларов. А кто ещё здесь шахтёры? Я металлург. Пенсионер. Пять лет на пенсии. А трёх тысяч заработок шахтёра? Металлург? Да, Салченко. Угу. Ясно. А предприниматели здесь вот есть, владельцы магазинов, ресторанов? Нет, я отжиматель бывший. Отжимал всё, что видел. Сейчас отжимаю. Получается? Землю свою отжимаю, да? Да. Ещё хочу добавить. Отжал машину. Порошенко, если ты меня слышишь, запомни одно. Как ты пришёл к власти, так ты от неё уйдёшь. А мы к этому приложим всё, что нужно, сделаем. Порошенко, товарищ Порошенко. Я пришёл, ты отсюда и уйдёшь. Ну, уйдёшь на постарание. Основные заряды. Ты ушёл навсегда. С этой земли. Мы это тебе гарантируем. Какие-то ещё пожелания на путь для Порошенко будут? Лешко, Лешко. Да и в Россию приезжают. Там очень много. Посмотри, везде основные были. Основные. Вот, вот, вот. А всем нашим больше к нам идти. Там пидор, пидор видишь издалека, особенно в Москве. Да ладно, здесь есть ребята из Москвы, несколько человек. Нет, так там не клубы есть. Ну, есть где регуляции. Ага. Нам только пускай приезжают люди. Те, которые хотят мира и дружбы. Таких людей мы всегда приимем. На Донбассе народ миролюбивый, газ неприимный. Кто хочет, нам пускай приезжают. Всех приимем, как родные. Это готово? Ну как, готово, берёшь? Нет, она протёрта. Да, да, да. Берём баклажку воды с собой. Зачем? Трубу студить? Нельзя. Нахуя трубу? А пить там что будем? Там вода есть. Давай, где это? Я не буду имать, нет. Мы с ним одним. И ещё и на всё, у меня всё. Итак, это трюковole, дома. Там у нас же этот самый поставят, а там... Следующий этот самый. Спрятан короткель. И только мы выросли нашу ответ. Да. Переместили, получается что они скорее всего скотчут. Мы здесь все здравы? Нет, мы здесь все здравы. Мы здесь перемещаем. Продолжение следует...